а 95 x max 2 на канале технозон поехали привет ребят хорошая приставка сказал бы я но не без вопросов которые у меня возникли в процессе ее тестирования и так это им лоджик с 905 x3 и вроде бы такую приставку вы уже видели но что сделала компания 95 x они взяли предыдущую модель а 95 x max просто и сделали макс 2 а что сделали просто поменяли элементарно процессор и сделали это настолько честно говоря непонятно мне почему потому что они оставили тот же самый радиатор маленький алюминиевый радиатор чик на вот этот вот огромный процессорюгу огромная конечно преувеличиваю но есть ряд плюсов есть ряд минусов и что делать с минусами мы с вами сейчас обсудим из плюсов 4 на 64 sata интерфейс то есть sata порт есть от sata порт ожидал большего но он неплох он действительно работает есть 3 юсб 30 вот они где у нас тут я потом на распаковке это все детально покажу есть даже часики но что самое интересное здесь есть это ланр g45 на 1000 мегабит то есть вы по факту можете закачивать на него торренты вы можете поставить ssd ник и поднять на нем даже домашний какой-нибудь самбо сервер но при этом нет root прав из коробки из-за этого нет автофреймрейта и он откровенно говоря под тротливает это единственные моменты которые мне в нем не нравится нет автофреймрейта нет вот прав и тротлит что с этим можно сделать с этим можно сделать следующее прошивку поменять если вы мне скажете что это новая приставка и прошивок еще нет нифига знаете что это такое это платформа а 95 xf3 только sata интерфейсом и назвали в прошивке просто-напросто а 95 x max 2 я вам скажу что такую прошивку ром отделы сделают достаточно быстро ну и конечно же ссылочку на этот тв бокс мы положили в описании под видео для того чтобы вы понимали сколько он стоит сколько может сейчас вернее стоит тв бокс на им лоджик с 905 x3 с поддержкой sata и пока все ждут с 905 x4 я думаю что с 905 x3 нисколько не хуже и будет еще актуален достаточно долгое время что еще можно сделать по охладу очень легкий доступ к радиатору очень легко меняется охлад на более больше радиатор принципе это легко делается насчет допустим руд прав ну все это опять же меняется с прошивками что из плюсов мне понравилось есть поддержка 51 звука он хорошо проигрывает 4k торренты он проигрывает хорошо 4k фильм из жесткого диска который встроен внутрь в принципе меня устраивает как он работает мы даже во что-то с ним поиграли у него достаточно нормальная игровая производительность но в целом судить вам советую дождаться резюме для того чтобы понять стоит покупать данную приставку или не стоит но перед тем как перейти уже к самому обзору нажимаем подписаться колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры а еще не пропустить акции на момент съемки этого видео это розыгрыш playstation 5 для подписчиков для этого практически ничего не нужно нужно просто быть подписчиком а вообще условия лежат в описании под видео пойдете сами посмотрите но сейчас я беру этот tv бокс и говорим халабанг ребята это же бубль гум и а 95 x max 2 на канале технозон поехали а 95 x max 2 такая вот прикольная штукенция давайте смотреть что у нас внутри хорошая коробка интересная приставка сразу рассматриваем комплектацию есть вот такой вот пульт я не люблю такие пульты но конечно у него есть преимущество того что здесь есть вот эта программируемая зона для телевизора есть цифровые кнопки для и питьеви и есть блок питания блок питания у нас идет 5 вольт два с половиной ампера принципе это наверное для ssd больше они сюда такой запихнули и что сам по себе представляет из себя 95 x max 2 сзади у нас есть крепление вне разъемы для крепления на боках для замок кенсингтон есть аудио-видео выход спадив лана g45 на 1000 мегабит hdmi есть юсби 2 разъем питания 3 юсби 30 это плюс и разъем для тф карт ну принципе спереди есть часики сейчас они под пленочкой походу слушайте верхняя крышечка снимается и вот так вот это все выглядит лоточек у нас откручиваем поэтому я думаю что модифицировать охлаждение если вдруг это понадобится в результате тестов здесь не составит труда давайте с вами сейчас его раскрутим для того чтобы добраться ближе к внутреннестям самой приставки вот так вот это все выглядит радиатор маленький радиатор сразу под замену очень удобно смотрите он на жвачке он на жевачке на очень мягкой жвачке спилиться он без проблем струной потому что вот она даже мягкая на нее нажимаю на мягкая и память я бы охладил бы честно говоря еще есть у нас сетевой модуль realtech суждено нормально нормально если вот эту штуку заменить то будет вообще полном порядке все установим сюда ssd диск так здесь у нас все приклеено все вставлено таким образом это выглядит и можем вставлять уже в сам корпус все у нас установлено можем собирать вот такая вот прелесть у нас получилось ну что давайте подключать вот слушайте сюда можно было бы конечно влепить какое-нибудь активное охлаждение вот с той стороны ну не подумали не подумали все в принципе как в макс версии в первой ну здесь они сразу указали 4 на 64 м logic quad core а 55 уже все переходим и тестируем знаете интерфейс с а 95 x max первой ревизии не сильно то и поменялся остался точно такой же хотя он мне не сильно нравится лаунчер сразу рекомендую менять либо делать из него от его через тот же самый android tv модуль это все возможно но поехали сразу по настройкам настройках у нас есть подключение 5 гигагерц 24 гигагерца подключаем наш роутер подключился он конечно же без проблем выходим дальше с аккаунтами вопросов не возникло в настройках устройства абсолютно все вот как во всех android устройствах никаких дополнительных плюшек я здесь не вижу то есть модель а 95 x max 2 обыкновенные настройки в расширенных настройках мы можем с вами увидеть устройство настройки дисплея где он поддерживает от 480p до 4k 2k sm5 dolby vision здесь не работает можем не пробовать даже можно регулировать размер экрана для избежания оверскана и рабочий hdr полностью работающий hdr аудио output поставили звук для того чтобы понимать какие у нас там звук ну какой формат звука он поддерживает есть включатель root прав то есть можно выключить можно включить и в может сэдинс это чистый android настройки чистого андроида принципе никаких сюрпризов нам приставочка не принесла что касаемо настроек а вот аида 64 смотрим это все та же самая платформа а 95 xf3 вы достали с этой платформой 4 гигабайта на 64 хранилища центральный процессор cortex a55 4 ядра по 1 и 7 гигагерц то есть здесь кастрированный процессор но это в принципе неплохо для мультимедиа будет хватать и греться будет не так сильно за отображение отвечает mali g31 сеть у нас connection speed ого 867 мегабит будем проверять доступ к температуре есть но уже 70 градусов то есть охлаждать необходимо могу сразу сказать поставить тот же радиатор на 905 x 3 как поставили 905 x 2 это откровенно говоря кощунство в связи с этим я думаю нам необходимо с вами включить окошко с показателем температуры чтобы мы видели что происходит и по частотам ориентировались насчет троттлинга по спид тесту 5 гигагерц тестируем он показывает больше 200 мегабит даже больше 200 60 даже доходит это хороший показатель это хороший то есть здесь хорошие вайфай модули 267 мегабит но вы должны учитывать что мы показываем это все на очень хороших роутерах мы не можем отвечать за показания на всех тех роутерах которые есть у наших подписчиков 268 на 311 пробуем 2 и 4 гигагерца 2 и 4 ведут себя достаточно уверенно на и мм о роутере на а x 3600 на сяоми он показал 100 мегабит на загрузку 99 и 5 и около 60 на выгрузку это в принципе хороший показатель даже если быть точнее 61 подключаем lanar g45 кабель уже готов и по идее здесь должен быть честными честные гигабит пробуем но здесь сейчас показывает 600 с мелочью и я считаю что это достаточно неплохой показатель больше 600 мегабит на загрузку и также больше 600 почти 700 мегабит на выгрузку к сетевым модулям у нас претензий нет пока что единственные претензии то у нас по нагреву но так как у нас легкий доступ к радиатору то я считаю что это вообще не вопрос так как в приставке есть root права мы с вами можем подключить афрд то есть сейчас мы видим нет сигнала от уфрд мы можем с вами пойти в настройки в расширенные настройки и включить root права посмотрим что у нас сейчас покажет афрд а вот самое интересное что даже при включении root прав он пишет что нет сигнала от афрд и вот это уже напрягает насколько тут это все дело критично интересно построена давайте попробуем выключить и посмотреть на афрд возможно здесь поломано колесико или здесь фейковые root права пишет сейчас тоже нет служите ну это не есть хорошо давайте включаем root права заново я вообще думаю что сюда спокойно подойдет любая прошивка от а95 xf3 и будет вам счастье там есть android tv прошивки попробовать надо будет нет афрд не работает ну ладно потом прошивками будем догонять пробовать нарут права не рабочие расстройство расстройство следующем что мы пробуем это си пяти тест это для тестирования скорости чтения со создать диска то есть нам необходимо будет с этим поработать стартуем все-таки sata интерфейс и на ссдшки тест закончен что я могу сказать что скорость копирования памяти очень хорошая больше 2 гигабайт секунду по скоростью копирования с ссд я ожидал большего но это далеко не самый худший результат который я видел смотрите 83 мегабайт секунду умножаем на 8 получаем 664 мегабита не путайте мегабайты и мегабиты мне иногда пишут некоторые умники в комментариях ты путаешься в скоростях не мегабайт а мегабит нет ребят есть мегабайт секунду есть мегабит секунду и когда пишут mb дробь с это мегабайт секунду а mbps это мегабит секунду поэтому здесь как бы у меня вопросов нет мы можем просматривать любой контент жесткого диска без проблем поехали дальше по игровой производительности это обыкновенные показатели середнячковые для 905 x3 процессора 5566 вайсторм экстрим и 9785 вайсторм unlimited ребят при дошло до троттлинг теста стартуем троттлинг тест буквально 15 минут нам будет достаточно для того чтобы определиться что с приставкой так или не так и наблюдаем буду наблюдать сидеть за окошком с частотами будет она троттлить или нет приставочка на текущий момент начала троттлить до 1 и 5 гигерц охлаждать приставку нужно то есть она нагрелась до 75 градусов и опустилась производительность до 1 и 5 то есть наблюдаем дальше ох ребятки падает до 1 и 2 гигерца охлаждение никуда не годится нагрев максимальный 75 она просто на 75 начинает просто тупо троттлить благо я же говорю там достаточно даже поставить каких-то пару проволочек и будет вам счастьем и перепрошивка тоже обязательно будем перепрошивать потом закончили тест максимальная производительность 41 913 минимальная 27 средняя 37 637 ребят уровень 905 x2 только из-за частоты 1 и 7 гига герц максимальная температура 76 не самый плохой троттлинг тест он троттлил конечно же до там 82 процентов своей производительности но еще раз резюмирую по охлаждению охлаждение обязательно это я вот считаю что по-другому никак переходим к тестам мультимедийных возможностей для начала мы погоняем с вами разные различные фильмы и звуковые файлы тестовые с жесткого диска вернее с ссд которые есть у нас начинаем dolby digital плюс через стоковый плеер давайте смотрим dolby digital плюс у нас есть это очень хорошо ну dolby 3d я как бы вангую что нет потому что это все таки не топовые приставки dolby 3d у нас транскодируется в dolby digital dts 5 1 ядро пробуем то есть в общем то опять один звук у нас есть dts есть у нас и dts и gd hrs пробуем давайте пробуем dts и gd hrs проигрывается как простой dts все с этим вопрос закрываем я хочу попробовать сейчас проиграть тяжелые фильмы типа gemini man давайте через стоковый видео проигрыватель это открывает полные возможности его декодирования через dolby digital он проигрывается вернее через обыкновенный стоковый проигрыватель он проигрывается в dolby digital но температурка то у нас подросла 78 градусов и проигрывание 4к 60fps это потому что задействован сейчас в пью не джи пью не си пью а в пью есть такой модуль который заставляет процессор греться еще сильнее слушайте но при этом он проигрывается проигрывается нам надо надо охлаждать надо ребят надо надо но проигрываться неплохо уже дину жесткого диска тут тоже сюрпризов нет по крайней мере неприятных нет сюрпризов тестируем youtube пробуем 4к 60fps ролик выведем диагностическая окошечка на текущий момент он показывает 5709 но но он проигрывает по крайней мере на lg при подключении к lg проигрывал у меня в hdr этот самый youtube поэтому тут как бы вопрос такой youtube работает отлично 4к 60fps идет отлично и претензий по работе youtube у меня нет самое смешное что здесь есть еще и netflix это так называемый черный netflix это такая себе подделка для мобильных устройств и это все дело работает но в качестве 576 и не больше получить здесь dolby digital звук главное не обновлять его потому что если обновили все потому что dolby digital звук и hdr и 4k вы здесь не получите но при этом netflix будет воспроизводиться по вашей подписке можно брать минимальную какую-то если у вас обыкновенный там full hd телевизор на будет еще как-то работать более-менее нормально давайте светлую сцену выберем какой-нибудь да вот пожалуйста она работает очень похоже на эфирное телевидение конечно достаточно дешевенько ребят хочу протестировать еще торренты онлайн и в принципе уже можем переходить к игровым возможностям и делать выводы так давайте пробовать ipman 3 как раз сейчас фаворе этот торрент можно можем принципе 43 гига попробовать проиграть давайте выберем всегда то чтобы оставалось в истории проигрывания пошел набор пиров пошел набор скорости сейчас все пиры подтянутся из DHT сети посмотрим что у нас будет 15 16 17 мегабайт секунды очень хорошая скорость проигрывания пробуем через виму медиаплеер и торрент на 40 с мелочью гигов пошел просто идеально сейчас пройдет стартовый буфер стартанул идеально сейчас посмотрим что он нам покажет после того как стартовый буфер пройдет пусть проигрывается 78 градусов 78 77 78 да вообще граничная температура которая мы в процессе эксплуатации смогли получить не больше нам все работает все работает и не тормозит 80 градусов твою ж мать и затротлила она до 1000 ну круто круто а подайте ко мне девочки геймпад а сейчас мы с вами попробуем еще игровые возможности так 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 подключаем геймпад давай поиск устройств через а плюс хоум так геймпад наш подключен используем g4 pro классный геймпад ищите обзор у нас на канале очень очень крутая тема вообще очень ну при таком нагреве думаю нам достаточно будет попробовать одну игру чтобы понять вообще он как-то вытягивает на gpu либо не вытягивает и посмотрим стартуем асфальт 8 стартуем асфальт 8 посмотрим что у нас получится но как бы слишком большой нагрев 79 давай 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 поехали но при этом работает справедливости ради скажу что работает претензий у меня пока что нет давайте 80 градусов но но блин работает но работает давайте нагреем выше 80 интересно он затротлил до 1000 но сейчас работает gpu в основном процессор не сильно влияет на это все действие 81 до пошел нагрев выше ребята охлад нужен я подозреваю что здесь еще виноват ssd а давайте мы сейчас тупо откроем крышку ssd-шника и поднимем ssd-шник вверх просто слишком-то маленький радиатор конечно с радиатором печалька о ну конечно все равно будет греться надо радиатор меня надо радиатор менять либо стать 82 либо ставить активное охлаждение слушайте ну все буду выходить резюмировать принципе свое мнение я сложил чего я вам желаю переходим резюме резюме если у вас прямые руки вы приложите совсем немного усилий то вы получите достаточно неплохой тв-бокс с поддержкой sata дисков при этом с большим количеством usb портов и который будет вам служить верой и правда и достаточно долгое время потому что макс первой версии вот эти 95x макс первой версии показали себя достаточно неплохо ребят и так итог таков я могу его рекомендовать людям только тем кто готов с этим заморочиться заморочка будет копеечная и тут больше необходимо будет время около часа или двух для того чтобы довести ее до идеального состояния как для тв-бокса за его деньги но если он нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был баба он на этих на зон пока и и и и и плюс и